Ну что, всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на лайки в гейм и добро пожаловать на прохождение Fallout New Vex, усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Сегодня будет у нас квест под названием, так, да, точнее даже не квест, а начинаем мы с вами DLC. Так, дайте мне посмотреть, как она называется, это правильная DLC, просто горячие сердца вроде бы так, или спокойные сердца, но тут экспедиция, добрый путь, найдите мастер караванщика компании, добрый путь, находимся мы. Северный проход, недалеко, вот очень, я еще даже не подходил, просто сохранился, на краю, в принципе, карты, на краю, в принципе, городков наших, сохраняемся и идем. Так, что, медленный путь, замечательно. Так, надо еще быть в пещере, сохраниться, северный проход найден. Вот они, банда. Так, что только открыть, пусто. Здравствуйте. Приветствую, друг мой, довелось услышать мое объявление. О да, вижу, так и есть. Постой, я тебя знаю. Да ты же восходящая звезда Элис Маклафери, верно? Ты точно хочешь идти с нами? Маклафери терпеть не может конкурентов. Так, расскажи мне, что нужно делать. Дело простое. Помоги нам довести этот караван до Зайона и найти Нью-Ханнон. Плачу 25 крышек в день. Половину вперед, половину по возвращении. Получишь прибавку, если мы попадем в Зайон. Еще одну, если доберемся до Нью-Ханнона. Да, еще кое-что. Никогда не упоминай имя Джошуа Грэхом. Никогда. Так, ну поехали займите к тебе. Так, подожди. А кто такой Джошуа Грэхом? Почему? Но о нем нельзя говорить. Просто не говори. Это имя сильно напрягает Нью-Ханнонитов. И дикари его боятся до упомрачения. И про Горилова тоже молчи. Просто поверь мне, это для твоего же блага. И про Сталкера тоже молчи. Так, расскажи мне про компанию Добрый Путь. Что вы тут чем занимаетесь? Мы небольшая фирма из Сактауна. Ну, Сакраменто. Это, наверное, НКР. Мы торгуем с Нью-Рина на Малой Петле. Раньше ходили и в Солт-Лейк-Сити. Но потом потеряли связь с Нью-Ханноном. И все пошло прахом. Так, Барта 45. Похоже, Добрый Путь переживает не лучшие дни. Это верно. Когда мы потеряли контакты с Солт-Лейк-Сити, нам стало не до смеха. Если мы не сможем восстановить этот маршрут, нам придется туго. Так, а почему вы не можете попасть в Солт-Лейк-Сити? Рейнджеры НКР слишком заняты тут, в Мохаве. Им не хватает людей, чтобы отгонять рейдеров. А до Огдена слишком далеко. Мы больше потратим на дорогу, чем заработаем. Расскажи мне про Нью-Ханова. Про городок я мало знаю. Но могу рассказать про людей. Новые Хааннониты — это была какая-то секта. Еще до войны. Они держат старый городок Огден, к северу от Зайона. И у них есть хорошо защищенная миссия в самом каньоне. Или была. Они торгуют с дикарями в Зайоне. Ну, во всяком случае, с теми, которые не пытаются их убить. Так, ты что-нибудь знаешь про их верование? Я сам не верующий. Они платили за товары и не пытались нас надуть. Это все, что меня волнует. Только не думай, что раз они верующие, так сразу пацифисты. Они за своих горой и стреляют очень метко. Угу. Так, у меня есть другие вопросы. Валяй! Так, я так понимаю, этот караван идет до Зайнон. Расскажи мне об этом месте. Так, ладно, меня это не интересует. У меня давно нет вести от Юты. Что там, как дела? Вот, давайте про Ют узнаем. Ну, там все плохо. Я так тебе скажу. Это тебе не Махава и не НКР. Черт, даже в Аризоне под Цезарем лучше. Полным-полно рейдеров. Племена выродков, которые тебя сожрут живьем. Местные военные вожди. Полный набор. Там мало, где можно остановиться и торговать. Нью-Ханан. Одно из редких мест, про которые я знаю. Угу. Так, так-то военные вожди. И насколько они опасны? Опасны настолько, что мы постараемся рядом с ними не проходить. Я совсем не хочу, чтобы мою голову выставили на какой-нибудь маленькой заправке. Перестроенный в форт. Валяй. Валяй. Ха. Так, поиграем в караван попавший вернусь. Нене все, давай, нам пора отправляться в Зою. Само собой. Ну, ты далеко не уйдешь с таким грузом. Столько и бромин тяжеловоз не поднимет. Так, выживание. Блин, чуть-чуть надо подкачать его, да? Чуть-чуть. Да ладно, приятель все пучком. А у нас все пучком. Тут-тут-тут-тут. Крепких ребят. Да, я не только свое барахло могу нести, но еще и твое. Так, и вот того барамина. Ого. Пожалуй, ты и правда сможешь. Что за ограничение по весу? Я так понимаю, карван идет до зен. Скажи мне так, это неинтересно. Что за ограничение по весу? Тебя никогда не заносило в Зою, да? Нет. Нас ждут узкие каньоны и опасные горные перевалы. С большим рюкзаком будешь ползти, как супермутант по водосточной канаве. Да и большой вес тебя просто убьет в разреженном воздухе. Так, нам пора отправляться в Зою. Так, и ладно, я вернусь с рюкзаком весом меньше 100 пунктов. Вон там есть сундук. Можешь туда лишнее сложить. Потом заберешь свои вещи, когда вернешься. Ему тут такое, знаете, некоторых игр говорит, если вернешься. Так, я понимаю, вот это же, да? Но больше нет тут. Сундук, он сказал. Вот. Вот он сундук. Сотка, он говорит, да? Ну, давайте. Так, антритационный костюм. Я правда не знаю, нужен или не нужен. Давайте все скинем. Так, давайте я быстренько сейчас распределю товары. Так, все, распределил, в принципе. Я тут доктор Сиккерсаквояж, всякие еду, взрывчатку, всех такой скинул. Остальное, в принципе, нормально, все. Так, сохраняемся еще раз на всякий случай. Ну что? Ну что, Зашка? Ты точно хочешь идти с нами? Маклафори терпеть не может конкурентов. Так, ладно, пошли. Вот так? Знаешь, мы сюда еще долго не вернемся. Ты же понимаешь про ограничения по весу? И я не хочу никакого на тебя на тему. Ой, мистер Мастерсон, моя суперплазма-пушка осталась дома. Можно мы за ней вернемся? Так у тебя все готово? Идем? Так, да, давай идем. Ну хорошо, тогда отправляемся. Нас ждет долгий путь. Горячие сердца вроде так он переводится. Так что можешь развесить уши и послушать, что расскажет старый джет. Несколько десятилетий назад в НКР узнали про общину в Северной Юте под названием Нью-Ханан. Про них мало знали, только то, что они были верующие. Посылали миссионеров в разные племена. Мы на своем веку навидались разных сект, но новые хананиты, они были честными торговцами и хорошими бойцами. Рейдеры их побаивались. Но потом в Аризоне появился легион. Полагаю, про него вам рассказывать не надо. Первый военачальник Цезаря, Базатовый легат, как оказалось, был новым хананитом. Его звали Джошуа Грэхом. Легенда гласит, что Грэхом был самым крутым и жестоким сукиным сыном во всем чертовом легионе. Новые хананиты не хотели о нем говорить. Им было стыдно. Думаю, нельзя их корить за это. Но на дамбе Гувера базальтовый легат наконец-то встретил себе равных. Хенлон и Оливер пнули его под зад так, что он живо перелетел обратно на ту сторону реки. Цезарь решил использовать этот случай как пример того, что он не потерпит неудач даже от легионеров самого высокого уровня. Он приказал облить Грэхома смолой, поджечь и бросить в большой каньон. Говорят, пока он летел, он даже не закричал. А вскоре после этого некоторые рабы и дикари стали говорить, мол, Грэхом не умер. Никто особо не удивлялся. Эти все разговоры сильно достали Цезаря так, что он запретил упоминать его имя. Хотел стереть Джошуа Грэхома из истории. У него все получилось. Джошуа Грэхом исчез. И вместо него появились легенды о горелом человеке, разгуливающем по пустошам. Может, это просто легенда у дикарей, но о Нью-Ханане уже давно ничего не слышно. Может, это совпадение. Может, базальтовый легат умер. Совпадение? Не думаю. А может, Джошуа Грэхом выбрался из этого каньона и добрался домой. Угу. Так. Ну хорошо, ребята. Это были трудные две недели. Но вот мы и пришли. Зайон. Я знаю, что у вас ноги болят. Знаю, что вы устали. Но мне нужно, чтобы вы сосредоточились на дороге впереди. Меня не дорога впереди беспокоит, Джет. А те крутые спуски в каньоне, которые остались позади. Как красиво это. Мы не сможем вернуться той же дорогой. И что тогда? Чтоб тебя, Стелла. Я и в первый раз услышал. И в пятнадцатый. Новые хаанониты знают дорогу. А если они не знают, то у нашего друга в пип-бое есть карты. Хватит прохлаждаться. Выходим и держим ухо в остро. Там кругом дикари. Прости, что беспокоят тебя реальностью, старина Джек. Кому интересно, что мы не сможем вернуться той же дорогой? Это не проблема. Так, подожди, дайте мне что-нибудь взять. Руки. Лазерный пистолет. Ну давай, лазерный. Погоди-ка. Хотя, подожди, подожди. У нас там было какое-то плохое качество. Давайте я, наверное, добью винтовку гурицу. Вот это что ли? Так, это же не снайпа или снайпа это? Вот это возьмем. Ладно. Я будто услышал там что-то впереди. Проклятие засада. В укрытие. Спасайтесь. Депоненты разведывайте. Матерь божья, пригнитесь, люди, пригнитесь. Типичный лайков. Все умирают, а я, короче, еще тут. Хватит. Мы тут как на ладони. Я иду. А я этот. Мертвый, короче, обгладываю. Я же была когда-то шерифом, черт повери. Стелла! Нет! Не смей умирать! Слышишь, женщина? Тебя тоже убили. Теравин. Точельный камень мы не будем брать. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. У него топор. В голове. В голове. Шумыгам. Принимай. Успиризам. Томагак царь и целебный. Ага. Темный дурман. Это что такое темный дурман? Интеллект. Узо. Пожарный топор сверить. Блин, прикольно. Так, а что у нас по квесту? Я просто не знаю. Может, надо было защищать? Дополнительное разведывайте с... Накрован. Лазерная винтовка. Мать тебе уже это все ничего не пригодится. А мне пригодится. Ах, вы паршивцы. Блин, чувак. А ты можешь попадать? Блин, ну шо... Шо это? Шо это такое? Если бы мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Голову с плеч. Блин, я хотел бы их заултать. Она мощная, но я не буду ее убрать. А она наоборот. Я мог бы их заултать. Блин. А то тут труп лежит. Я не могу его? Это что это такое? Нет? Это пули. Давай, чувак, давай. Это рэпчик. Есть, я могу заултать его. Крупнокалиберный снайперский виток. О май гарбал. О май гад. Арматор мы не будем брать. Свежую морковку мы и будем брать тоже. О май гад. Блин, жалко вот этих. Э, два чувака упали вниз. Полицейский дробовик. Это тоже возьмем. Так, а есть кто-нибудь еще? Я знаете, что мне... Вот я как начал играть в этот DLC. Что-то прям захотелось мне в сталкера поиграть какой-нибудь. Так, а мне снайперку, да, там дали? Так, где у нас снайперка какой-то мы взяли тут с вами? Вытаскивайся. Блин, подожди, подожди. В этого чувака я понял, не надо было стрелять. I'm sorry, I'm sorry. Кстати, вот это опасно, да, что... Как и в сталкере тоже можно кого-то... Белоногие не часто оставляют кого-то в живых. Тебе повезло, поверь мне. Ты же извне, верно? Да-да-да. Из цивилизованной земли. Ух ты. Джошуа захочет об этом узнать. Кто такой Джошуа? Джошуа Грэхэм. Вождь нашего племени. Благодаря нему мертвые лошади сильны и не боятся врагов. Он захочет поговорить с людьми, которые пришли с юга. Думаю, сейчас это означает поговорить с тобой. Идем. Я отведу тебя к нему. Угу. Ладно, пойдем. Good sists. Тогда мы пойдем на восток. Джошуа в нашем лагере. Восточной Вирджинии. Сохранение выполни. Идите к Зонскому долину. Отправились на восток лагеря мертвых лошадей. Он находится у Вирджинии. Вслед за мелом дал вам способный указательный знак. Когда вас сопровождают вслед за мелом, вслед за мелом, осмотр Знойской долины с высоких точек, таких как посты и рейнджеров, открывает для вас ближайшие маркиры карты. А также на 3 минуты повышает восприятие... Ага. Спасибо. Все. Кстати, какой молодец. Я его сейчас золотая, правда, вот этого, которого убил. Так я говорю, в смысле меня сбилось. Вот так же и в сталке. Случайно кого-то ты не того убьешь или кокнешь, и все, и начинает у тебя такой провал миссии, поэтому прям осторожно надо вот с этим быть. Излечение от увечья, смотрите. Дурманит, надо подбирать его. И поэтому лучше по 10 раз сохраняться. Как говорится... Постой. Видишь, вон то бревно там. Присмотрись получше. Там может быть что-то полезное. Бревно? Какое бревно, мать. А, вот, вот бревно что-то. А я думал, ты про меня говоришь. Это же хабар. Это же спрятанный хабар. Это же сталкер. Спрятанный хабар. Ребят, ну это точно. Так, дайте я еще глобальное сохранение сделаю. Если что-то случится, чтобы я мог с него сохраниться. Ой, загрузиться. Чтобы, если пока тут... Просто я добрячка же отыгрываю. Поэтому не хотелось бы... Блин, красивые DLC сделали бы. Прямо же реально прям. Очень-очень красивые. Вот это все, знаете, каньоны. Мир. Вот, поэтому... Поэтому я вот так. Добрый, короче, человек. Не всегда хочу, знаете, всех убивать, всех уничтожать. Я вот говорил прям, озвучка, вот низкий поклон тем людям, которые делают вот такую реальную озвучку. Прямо вот ты играй. Замри. Не шумись. Я убавлюсь. Это когти смерти, я так понимаю. Кто такой, Ёлгайл? Тихо, 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 он мне что-то говорит. Вот это нам повезло. Наверное, этот уже обожрался гекконами, да? Только не рассчитывай на это. Ялгайи обычно очень злобные. Ну, когти смерти, да, я так понимаю, в этом мире, да? Блин, и вот реально низкий поклон. Вот играешь просто прям от скулы сводит от удовольствия, как круто. Отсюда можно пойти на север, если хочешь. Или на восток, через гряду. С того утеса открывается отличный вид, если хочешь посмотреть. С того утеса, он куда сказал? С того утеса куда? Лево, право, право, лево. А где он выкинул вот этого товарища тут? Так, подождите, задание. Левице-востоку, лагерь мертвых лошадей. Ага. Лагерь мертвых лошадей. У-у-у-у. Лагерь мертвых лошадей. Я тут чужой. Чувачки. Так, чувак, чувак, это рэпчик, ты где? Иди по старой дороге на юг. Уже почти пришли. Ага. Куда-то голый мужик меня ведет. О, дорожка у них сохранилась. Асфальт, смотрите. Эй, люди! Так, что это? Пикник, купание и рыбалка. У нас, кстати, в Астрахани тоже такие, не помню, сейчас стоят, не стоят, раньше стояли. Ага, пеший. Переход. Когда к нам в город заезжаешь, короче, такие-то тоже пункти были, короче, рыбалка, пикник, где можно отдохнуть. Так, слушай, дай я, наверное, не снайпу, а что-нибудь другое возьму. Карабин, карабин, карабинище. Жутко-ногая букашечка. Видишь мертвых стражей? Шаман говорит, что в них заключены души наших врагов. А Джошуа говорит, что они показывают, что мы серьезно нашелами побить беременду. А мне тут потрошки даже не надо тратить, да, походу? Да? Реально. Реально. Реально, нереально. Потому что, когда он убивает, мне тоже засчитывают опыт. Как будто это я их убиваю. Поэтому не стоит прямо вот так до Талова тратить потрошки. У него все равно бесконечность потрошки, я так понял, да? Так, у этого есть что-нибудь? Твоя здесь свежий давай возьмем. Так, импортный центр долин. Видишь ли ты отпечатки ладоней? Мертвые лошади и скорбящие ставят их на запретных местах. Местах тех времен. Повезло тебе, что я в это не верю. Потрошки, потрошки. Так, бутылки. Бутылки из Санс. Слушай, подожди, бутылки из под Санс. А если я ее открою? А, подожди, это же бутая. Пустая бутылка. Тьфу, ты зачем я подобрал, да? Это же пустая бутылка. Только... Стой, стой, стой. Только хлам. Где теперь ее найти, надо выкинуть. Я по весу, в принципе, смотрю. Где-то я пролистнул, да? Стой, стой, стой. Бутылки из под Санс. Ага, вот она. Хламище. Нам не нужно? Ух ты, смотрите, рисунки. Унитаз. Слушай, а где он говорил? Где-то тут мертвые, говорит. Смотри, говорит, тут мертвые. Я хотел их обыскать. Так, дайте карту поглянуть. Отожди, как это нам? Либо вниз вот так, и направо, да? Не совсем понятно. Давайте посмотрим, сохранись. Что? Сейчас вниз и на север. Надеюсь, ты не боишься промочить ноги. Не, не боюсь. Ага. Эти рисунки изображают победы мертвых лошадей над другими играми. Как они тут добирались? Их стало намного больше с тех пор, как к нам пришел Джошуа. Блин, вот. Какая его игра, годы? 2006 или какого там, 10-го? Блин, вода просто шикарная. Эффект. Так, это возьмем. Хавчик возьмем. Стой, 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 стой. Дурману возьмем. Я просто выживание в этом DLC буду качать. До сотки, наверное, доведу. Что выживание, я так понял. Уже почти пришли. Берегись ловушек в воде. Нужно же как-то отконять белоногих, да? О, белоногих. Слушай, а если я обезврежусь буду, мне жопот дадут, да, еще? Да, мне опыт будут давать. Давай заведем ее тогда. Так, ты проходи, давай я включу ее опять. Активирую. Это кто это? Ой, рыбка. Блин, рыбка плавает? Что, блин? Я вот в шоке. Это же механика какого-то Far Cry'а. А, он, кстати, нормально по ним проходит. Тогда можно не обезвреживать их. Ой. Не заводить. Хотя, подойди, может, враг сюда будет идти. Ух ты, нифига себе. Прикольно. Есть еще капкан? Капканище, капканище. Вот и пришли. Джошуа вон там. Блин, я прям от этого DLC прям кайфую. Я не знаю, как вы, я прям такую долю сейчас получаю. Эстетическое. Мясо гекконы мне воровать мы ничего не будем. Махач, драка! Так, свет вырубим. Нам сюда же, да? Правильно я понял. Щерка. Я не понимаю, пожалуйста. О, интеллект. Интеллект. Я ищу Джошуу. Да, ищу. Скажи мне, где он? Ты знаешь наш язык, умный Аус Ландер. Джошуа в верхнем месте пещеры. Прояви уважение, хатмен. Джошуа величайший воин. Не покажешь уважение, он покажет тебе гром и огонь. Так, я постараюсь перебить чудеса вежливости. Это мудро, Аус Ландер. Да. Озвучка топ. Вот, я прям не шучу, не шучу. Прям вот реально восхищаюсь озвучкой. Типа, видите, они еще и пытаются как-то и акцент, типа, поставить. Это RTX технология, ребята. RTX лучи. Хотели бы мы оказать тебе радушный прием по прибытии в Зайон. Но, как слышал, белоногие опередили нас. Теперь к нам заходят, похоже, одни лишь белоногие. И я не думал, что к нам придет кто-то из Махава. А ты еще и курьер. Не тот, которого я ждал. Не знаю, какие у тебя были отношения с другими в вашем караване. Но прими мои соболезнования. Я молюсь за безопасность всех добрых людей, которые приходят в Зайон. Даже за язычников. Но нельзя же рассчитывать, что Бог сделает все за нас. Так, откуда ты знаешь столько всего о том, что было со мной? Мужчина, а ну-ка, колитесь. Так, мы пришли сюда с Карабаном Добрый Путь, чтобы восстановить связь с Синью Хананом. Добрый Путь. Помню их. Хорошие ребята. У меня дурные вести для твоих работодателей. Пониматься так и прикольные. Нью Ханан уничтожен. И его жители разбежались. Виной тому белоногие. И Цезарь, конечно. Белоногие хотят вступить в Легион. Цезарь поставил им условия. Они должны уничтожить Нью Ханан. Почти наверняка из-за меня. Но есть и хорошее известие для тебя. Мы можем помочь тебе найти дорогу обратно. Один из новых ханаанитов, Дэниел, оставил много карт этого региона. Однако, хорошего не бывает без плохого. Мы не сможем помочь тебе прямо сейчас. У нас тяжелая ситуация. Так, я не смею сходить, не пережив, не предложив помощи, что я могу для вас сделать, товарищи. Я вижу, ты из добрых самаритян. Все мы иногда проходим через темные дни. В такие времена мы можем обратиться к Господу, но хорошо иметь друзей. Нам с Дэниелом нужны довоенные инструменты, чтобы ориентироваться за пределами Зайона. Если нам придется уходить отсюда, они нам понадобятся. Мы бы отправили кого-то из скорбящих или мертвых лошадей за ними, но многие довоенные строения в долине для них табу. Они не пойдут внутрь. Так, посмотри, что я могу это сделать. Ну, того это нельзя, это смысла спрашивать. Спасибо. Вслед за Мелом поможет тебе найти дорогу в долине. Он неопытный, но настолько хорошо освоил наш язык, чтобы не бояться довоенных зданий. Понятно, понятно. Добавлено задание достопримечательность. Замечательно. Добавлено задание ловушка для туриста. Замечательно. Добавлено задание на рыбалку. Замечательно. Задание завершено. Прибытие в Зоин. Все, замечательно, ребята. На этом мы с вами сейчас и остановимся. Дайте я смотреть. Там у меня мышка, подождите, уперлась в плитуру. Посмотреться, что тут у нас. Мы воровать, конечно, ничего не будем, просто посмотрю я. Мотивировать межстаг. Макету у меня от этого мы ничего не будем. Так, автосимулятор. Что нам? Сенсорный модуль, да? Я так понимаю, тут ничего нету, да? Сенсорного модуля. Так, пистолеты. Автоматические, кстати. Добро пожаловать. Так, что ты знаешь в курьере? Цезарь мертвый. Я это... Так, Цезарь мертвый. Я то знаю наверняка. Думаю, тебе нужно об этом знать. Признаю, мне сложно в это поверить. После всего, что он со мной сделал, всего, что пытался сделать, чтобы уничтожить меня, он ушел первым. Не сомневаюсь, что это пойдет на пользу Мохабе. Надеюсь только, что Аризона и племена не пострадают, когда Легион начнет разваливаться. Не пострадает. Я позабочусь о том, чтобы Легиону ничего не было... Чтобы Легиону ничего было привезти домой. Хм. Хорошо. Ты служишь орудием воли божьей. Веришь ты в это или нет? Так, отличные пушки, что командующий, что происходит с этим миром. У тебя есть что-нибудь на продажу? Вот это интересно. Да, есть. Хотя белоногие... Мы... Так, давай посмотрим, что у тебя, братан, братишка, умничка ты мой. Есть, гранатомета нет, бомбы с своим механизмом нет, не интересует нас. Так, у тебя одни бомбы, что ли? Пистолет калибра 45. Пистолет калибра 45. Ага. Так, что это? Думанища из защиты. Это все тоже нам не нужно. Повышает емкость магазина. Ба... А, ну это эти, я понял. Патроны, патроны. Так, ну-ка еще раз, еще там у него какие пушки есть? С 45 калибра. Ага. Давайте наверх купим. Это стоит 1000. Ага. Нет, нет, тогда ничего не будем покупать. Все, слушай, а ты можешь отремонтировать? Можно дамки несколько вопросов, можно починить его. Вот, 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 да. Карабин давай, почти. Сколько это стоит будет? Это будет 4000. Опа. Это будет... Как дорого стоит? Не-не-не, пока ничего не будем ремонтировать. Походу, мы с ним плохих пока отношениях. Так, давайте выберемся из пещеры и там уже с вами сохранимся. Так, в эту сторону что? Выйдем из пещеры и там мы с вами сохранимся. Наверняка у вас там нет такой мерзости, как Ялгай, да? У нас, в принципе, этот Когти Смерти есть, в принципе, наподобие Ялгая. Замечательно. Так, что получается? Мы на завтра какой квест с вами активируем? Ну и сколько тут локаций, офигеть. Обещайте Японскую дом рыбалки, найдите рацию. Давайте это вот на завтра как раз мы перенесем. Ритуалочка, знаете, лайк, подписка, комментарий, смей, видосик. Не болейте, не чихайте. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующих видео на канале Like of Game. Ну а точнее уже завтра. Всем пока, ребята.